Добродетели Вера, надежда, любовь. Христианство учит тому, что земная жизнь человека есть время приготовления к будущей вечной жизни. Недолг человеческий век, он полон невзгод и скорбей, но именно здесь, на земле, человек делами определяет свою посмертную участь. Именно в этой быстротечной жизни он избирает в себе будущее вечное блаженство или вечные муки. Христианство дает верующему человеку еще одну надежду. Оно утверждает, что человек может обрести блаженство еще в этой жизни. Еще обитая в смертной и тленной оболочке, человек может приобщиться к вечности. Внутри его души воцарится радость, подобная той неприходящей радости, которой наполнена жизнь будущего века. Скорби и напасти земной жизни перестанут тяготеть над человеком, а сам он станет святым и совершенным, подобным Богу. По слову святых отцов, так преобразится жизнь человека, если он будет следовать трем важнейшим христианским добродетелям – вере, надежде, любви. Следуя им в своей жизни, человек приобщится Царствию Небесному прежде смерти. Прежде смерти он обретет то, чем наполнена жизнь будущего века – блаженство бытия с Богом. Ведь по слову Христа, душа того, кто любит, а значит верит и надеется на Бога, станет обителью самого Творца. Будущее для Него станет настоящим, и ожидаемое совершится. Эти три добродетели являются началом и концом христианского доброделания. Все, что человек не делает, он делает во имя их и ради них. Если человек творит добро, а любви не имеет, то дела его ничтожны в глазах Божиих. Они становятся следованием мертвой букве закона. Если человек вершит добро, не веруя в Бога, не понимая того, кто дает ему силы творить его, он может впасть в гордыню и тщеславие. Ведь только Господь есть истинный благотворец, дарующий человеку все, что он имеет, и саму жизнь. Ненадеющийся на Бога и на Его поддержку может испугаться трудностей, возникающих на пути любого доброго дела. Добродетели находятся во взаимной связи, как кольца одной цепи. Как в цепи, если взять одно кольцо, можно вытянуть всю цепь, так и вера, надежда, любовь влекут за собой одна другую. Человек, обретая любовь, находит и веру, и надежду. Если он теряет веру, тщетно надежда угасает любовь. При равном достоинстве первым звеном в цепи трех добродетелей является вера. С нее начинается трудный и одновременно радостный путь духовного совершенствования. Вера есть уверенность в невидимом, и поэтому она есть подвиг. Легко принять очевидное, но дерзнуть, уверовать в то, что скрыто до времени от людей, полюбить невидимого Бога, способен не каждый. Требуется немалое духовное мужество, чтобы, поверив в Бога, перестроить свою жизнь в соответствии с Его заповедями. Сохранить и приумножить веру, несмотря на трудности и испытания, еще труднее. Жизненные обстоятельства будут оспаривать уверенность человека в благости Творца. Мир, лежащий во зле, и враг рода человеческого будут пытаться поколебать его веру в промысел Божий. Сохранить драгоценную жемчужину веры человеку поможет вторая высшая добродетель надежда. Она всегда сопровождает и поддерживает веру. Человек верует в спасительный подвиг Христа и надеется, что будет спасен и Он. Человек верует в то, что Господь не оставляет тех, кто стремится жить по Его заповедям и надеется, что Бог не оставит и Его, что Он поддержит и укрепит в испытаниях. Вера в то, что человек есть образ Божий, позволит с благоговением относиться к личности каждого, позволит выстроить отношения между людьми в духе любви и правды. В этом им поможет обретение следующей высшей добродетели – добродетели христианской любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не радуется неправде, а сорадуется истине, говорит апостол Павел. В любви, по мнению христианства, не должно быть эгоизма, а должна быть беззаветная преданность другому и готовность отдать за него жизнь. Наивысшим выражением христианской любви стал крестный подвиг Господа Иисуса Христа, Который пошел на смерть ради спасения своего любимого чада человека. Каждый, кто стремится снискать такую любовь, стремится уподобиться Христу. Любовь Бога безгранична и беспредельна. Он любит и праведника, и грешника. Господь зрит в душу человека и видит изначально заложенное в ней добро. И он дает людям новую заповедь. Тот, кто желает уподобиться Богу, должен любить не только любящих Его, что естественно для человека. Он должен совершить невозможное, возлюбить обидчиков и врагов. Этот новозаветный призыв совершает чудо. Тихий голос Божественной любви, призывающий к любви и прощению, перекрывает канонады, останавливает кровопролитие, преображает человека. Человека, который захочет услышать этот глаз. Человека, для которого мимолетность этого мира станет не основанием для беззакония, а надеждой на вечность мира иного. Теперь прибывают сии три вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ